Всех приветствую, друзья, с вами я, Ник. Тёмная сторона самостоятельности. О том, как я начал жить самостоятельно, без родителей в 16 лет, с какими проблемами я столкнулся. Это не проблемы по типу сходить в магазины и приготовить себе покушать, это какие-то более моральные проблемы, более психологические. Об этом будет сегодняшний ролик. Начинаем. Сейчас я немножечко расскажу про свою историю для тех, кто этого не знает, для новых зрителей. До 16 лет я жил с родителями, всё время у них дома, и, в принципе, под их обеспечением, под их деньгами. В 16 лет мы переехали в другую страну, мы переехали в Израиль. Мы переехали вместе, то есть со всей семьёй. Но один маленький но. То, что я переехал жить в общежитии. То есть я начал жить самостоятельно, без родителей, без их обеспечения. Я жил с друзьями, ну то есть сначала это не были друзья, это были просто подростки свои, тинейджеры, которых я совершенно не знаю. Потом это уже стали друзья. То есть я опять-таки с 16 лет начал жить в общежитии вдали от родителей. То есть я общался, понятное дело, через телефон с родителями, но такого прямого контакта, где я каждый день после школы прихожу домой, и мама мне готовит котлетки с пурешкой, я их хаваю. Такого не было. Такого не было, и всё очень поменяло в 16 лет. В 16 лет у меня жизнь перевернулась на другую сторону. И действительно, это можно отследить в таких вот банальных примерах, когда ты приходишь домой, тебя встречает мама с едой, там, с таким теплом, и расспрашивает, как у тебя дела. И как потом, после школы ты приходишь, никакого нету, ни тепла, ничего, просто твои друзья. Как бы это совершенно другое. И ты идёшь не кушать маминой котлетки, а ты идёшь в столовку, где не всегда вкусная еда, где не всегда ты ешь совершенно. И иногда тебе приходится просто пить воду, потому что еда там бывает отвратительная. Это действительно, это реальность. И я не говорю, что проблема была в том, как мы ели. Проблема была в других вещах. И действительно, проблемы были. Некоторые их переносили гораздо проще. Некоторые переносили гораздо сложнее. На самом деле, я отношу себя к касте людей, которая достаточно легко адаптировалась и не страдала. Действительно, я не страдал в общежитии. Но я расскажу про проблемы своих друзей, про проблемы своих одногруппников, которые чуть сильнее и чуть более чувствительно перенесли это расставание с родителями. Которые действительно столкнулись с проблемами на пути своего вот этого созревания в одиночестве. Без родителей. Я не говорю в одиночестве, что у них не было друзей. У них были друзья, но родители были в стороне. Я расскажу про их проблемы, про то, что именно я чувствовал, допустим. И в принципе, про то, как мы это прошли. Но опять-таки, я уже не считаю себя, как такой чувак, который живет под маминым крылом, который находится под подпечением мамы, потому что все-таки в любом случае у меня совершенно перестроено мышление. У меня совершенно перестроены взгляды на этот мир, условно. И это не происходит так теперь, что каждый день я прихожу домой, и я как бы зависим от того, как у меня родители дома или нет, или там. То есть я независим от этого. Я могу, в принципе, и пойти в другое место. То есть у меня нет такой прямой зависимости. У меня нет того, что я не могу без родителей. Это совершенно поменяло меня. Эти два с половиной года в общаге, они просто, опять-таки, перевернули мою жизнь и мою самостоятельность. И в принципе, на многое у меня совершенно поменялось мнение и поменялось, в принципе, мое мышление. В этой части видео я хочу развеять мифы, которые сложились насчет жизни в общаге. На самом деле, главный миф — это именно скучание по родителям. Лично у меня такого совершенно не было. Я думаю, что это связано с тем, что я действительно очень давно хотел этой самостоятельности. Я очень давно хотел вырваться из этого гнезда. Хотя, на самом деле, физически был не готов. В плане, что я не знал, что такое мыть посуду. Я не знал, что такое мыть полы. То есть, если у некоторых детей это действительно заведено дома, то у меня это не было принято. И я не занимался такими вещами. Но в любом случае, я очень хотел вырваться из этого гнезда. И мне просто не терпелось уже самостоятельности. Это сложно описать, как бы, почему конкретно, возможно из-за того, что это как бы круче, когда ты самостоятельный, в 16-17 лет ты чувствуешь себя действительно как-то выше своих сверстников, которые живут с родителями, скорее всего так и есть, но я вам скажу точно, что мне не было скучно без родителей, я не скучал по ним, я не плакался каждый день в подушку и не названивал маме каждые 5 минут, такого не было, хотя я вам скажу, что у некоторых ребят из нашей группы действительно была такая тема, что они действительно сложно переносили расставания с родителями и их очень тянуло к родителям, их очень тянуло к вот этой вот привычной ласке, к привычному теплу. Второе, друзья, проблема, точнее миф, миф-проблема про то, что придется готовить самому, придется покупать продукты самому, то есть, как бы, несмотря на то, что мы жили в общаге, мы не занимались этим, но я не скажу, что это проблема, действительно, даже когда вы в 16 лет начнете жить в квартире самостоятельно, это будет казаться вам чем-то необычным, чем-то тем, что вы не делали раньше, то есть, по крайней мере, постоянной основе, но это не будет казаться вам чем-то сложным, потому что действительно сложного в том, чтобы пойти купить продукты, в том, их приготовить достаточно мало, ну, то есть, понятно, что вы привыкли, что все готово, что вы заглядываете в холодильник, и там волшебным образом появляется еда, как это происходит, магия, но, опять-таки, к этому привыкаешь через первые 30-15 дней самостоятельной жизни, в общем-то, а сейчас мы перейдем к реальным проблемам, которые были у меня и у моих, в общем-то, друзей, когда мы начали жить самостоятельно. Первый и достаточно важный аспект – это чувство одиночества, и я не говорю про чувство одиночества, где ты без друзей, я говорю про то, что, если до этого ты в любом случае чувствуешь, когда ты что-то делаешь там в школе или как-то коммуницируешь с другими людьми, что сзади тебя стоят условные родители, которые, если что, тебе помогут, если что, выдвинут тебя из какого-либо говна, и что в любом случае ты под безопасностью, да, определенного уровня, что у тебя есть, конечно, где ты можешь рисковать, да, и где ты можешь действительно причинить себе ущерб, допустим, или другим людям, да, но это ограничивается вниманием ваших родителей, то есть, опять-таки, если тебя какой-то чувак начнет, не знаю, жестко прессовать, то родители это заметят, скорее всего, и ограничат это. А теперь у тебя нет такого ограничения, то есть, у тебя открыты рамки, это открытие рамок как для тебя, что ты можешь делать, в принципе, гораздо больше, чем ты можешь, и не всегда это хорошо, потому что не все дети понимают, что действительно стоит делать, а что будет влечь за собой серьезные последствия, но также это ведет и к действиям к твою сторону, что теперь не всегда родители смогут тебя поддержать, или теперь не всегда в какой-то сложной ситуации ты сможешь, опять-таки, пойти к родителям, и они тебе как-то помогут советом, или как-то физически как-то за тебя заступятся. Нет, ты самостоятельный, ты один, и тебя как будто как маленького черепаху выкинули в море, и ты должен двигаться самостоятельно, тебе теперь не поможет мама черепаха, которая пригреет у пуза, нет, ты должен самостоятельно решать свои проблемы, и самостоятельно делать все вещи. Второй пункт, который отметили мои друзья, это отсутствие друзей, и действительно, на первых порах, когда ты только переходишь на жизнь в общаге, у тебя не будет друзей, скорее всего, смотря какой ты человек, но у большинства именно так, потому что дети достаточно жестокие люди, и первое время, когда ты только перешел в новое общество, перешел в новую группу, тебя не примут с таким, как бы, пыланием, то есть, это достаточно редкий случай, действительно, сначала к тебе будут вот так вот пристально смотреть и присматриваться вообще, кто ты такой, и на самом деле это работает не только в общаге, когда ты приходишь в какое-то любое общество новое, которое к тебе не изведано, тебе изначально не относятся к распростертыми объятиями, возможно, это делают для вида, но на самом деле всегда они присматриваются, чтобы понять, какой ты человек, и если ты до своего, вот, допустим, 16-летия вел себя как мразь, и тебя спасало то, что у тебя были родители, к которым ты всегда потом приходил, и они оказывали тебе это тепло, которое, в принципе, тебе твои друзья не давали за счет того, что ну, ты мразью лжил, как бы, ты был избалован, допустим, то теперь, если ты избалован, то от тебя отвернулись твои друзья, а ты уже не можешь прибежать к своим родителям, потому что, в принципе, родители далеко, и в таком случае ты остаешься один, и здесь ты понимаешь, у тебя начинаются такие вот первые осознания, что, окей, а я не хочу быть один, я не получаю теперь и от родителей это тепло, значит, мне нужно его получать от друзей, но как, я же веду себя плохо, ну, условно, да, как думают мои друзья, я веду себя плохо, и поэтому они не хотят со мной дружить, поэтому мне нужно менять себя, или менять какие-то другие моменты, и это, опять-таки, очень популярная проблема, что отсутствие друзей порождает изменение вашей внутренней личности, и это отметили многие мои знакомые, что действительно, после начала жизни в новом обществе, без покрова родителей, им приходилось перестраивать свое внутреннее, ментальное, как бы, составляющее, и просто отношения с другими людьми им приходилось серьезно перестраивать, для того, чтобы с ними общались, это не выглядит так, что мне приходится менять себя, чтобы угодить обществу, но действительно, если ты ведешь себя, допустим, как-то неподобно, и как-то непотребно, что с тобой никто не хочет общаться, во-первых, это не очень хорошо, потому что в любом случае в жизни тебе придется коммуницировать, и изменение, это не то, что ты ломаешь себя и ломаешь свою природу, нет, это то, что ты думаешь о себе, думаешь о том, что ты хочешь с кем-то общаться, и тебе приходится менять себя, чтобы закрыть свои вот эти потребности тепла и общения, это абсолютно нормально, и последний пункт, очень важный, который лично я отметил, это долгие разговоры с самим собой, потому что, опять-таки, будучи в гнезде, будучи в родительском попечении, ты все время находишься с кем-то, но, допустим, в общаге у тебя очень часто возникает такая возможность быть одному, в момент, когда ты поссорился с друзьями, ты не можешь пойти опять-таки к родителям, ты остаешься один, или в момент, когда ты просто хочешь немножечко задуматься о своем, то есть у тебя есть такая возможность, тебя никто не отвлекает, как раз-таки тогда начинаются глубокие разговоры с самим собой, где ты пытаешься понять, чего ты вообще хочешь, у тебя появляется гораздо больше времени именно на разговоры с собой, а именно разговоры с собой это очень важная часть нашей жизни, потому что за счет разговоров с самим собой, разговоров со своим я, со своей ментальностью, мы можем понять, кто мы такие, чего мы хотим, кто наши друзья, а кто наши враги, именно с разговоров с собой мы можем найти свою личность, и главная проблема, что на самом деле многие люди, многие существа, это уже больше существа, они не разговаривают с самим собой, они не разговаривают со своей ментальностью, и тем самым даже в возрасте 30, 40, 50 лет они не могут понять, что я есть, что я есть, что мне нравится, что мне не нравится, я не говорю про вкусы в конфетах, в пристрастиях еде, нет, что мне нравится по жизни, что мне нравится в людях, что мне нравится в окружении, опять-таки, что мне нравится в этом мире, и это очень важно, почему я записал так трудностям жизни в общежитии, потому что общаться с собой на первых порах очень сложно, потому что ты не знаешь себя, а ты внутренний это человек, который очень сильно борется с тобой внешне, и тебе очень сложно найти компромисс с этим существом, а теперь тезис этого ролика, не все поначалу самостоятельной жизни меняются, кто-то за эти три года в общежитии совершенно не изменился и остался зависим от маминого крыла, кто-то до сих пор сейчас завершив школу быстро побежал к маме, потому что он не может без своих родителей, кто-то же наоборот, настолько развил свои самостоятельные качества, что он в принципе может жить самостоятельно уже сейчас, он может полностью поставить себя в обществе и в принципе не зависеть от родительского крыла. На этом все, с вами был я, Скомарник, всем хорошего вечера, было приятно с вами провести время.